Всем привет! Я очень-очень рада приветствовать всех вас на моем YouTube-канале. Итак, настало время очередного видео про мои новинки по уходу за кожей лица. Как вы видите, на мне сейчас ничего нету, нет никакой косметики, нет тональной основы. Я накрасила специально только глазки для того, чтобы не быть совсем бледненькой. И сегодня в этом видео я с удовольствием расскажу вам о тех средствах по уходу за кожей лица, которые я попробовала в последнее время и которые произвели на меня впечатление. Итак, если вам интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Первая марка, о которой бы мне хотелось вам рассказать, это марка Родиал. Вот так вот пишется и называется. О марке Родиал я вам уже рассказывала. С маркой Родиал я впервые познакомилась год назад, во время своей прошлогодней поездки в Соединенные Штаты Америки. А этой осенью, во время своей поездки в Берлин, я увидела прекрасный набор от марки Родиал. Набор Dragon's Blood с гиалуроновой кислотой, состоящий из четырех travel продуктов, из четырех средств по уходу за кожей лица в travel формате. И, конечно же, я не смогла пройти мимо этого набора, потому что, во-первых, я понимала, что впереди зима, соответственно, ветер, морозы, кондиционеры, и моя кожа будет сохнуть. Во-вторых, я также прекрасно понимала, что мне предстоит достаточно длительная поездка в Москву, а в Москве, помимо того, что существует мороз, ветер и кондиционер, еще очень сухая вода, и поэтому моя кожа во время поездок в Москву действительно подвергается дополнительному такому стрессовому воздействию. Поэтому мне захотелось подготовиться к этой поездке. И набор от марки Родиал из четырех продуктов я взяла как раз для того, чтобы активно использовать его во время моей ближайшей поездки в Москве. Мысль, кстати, была очень-очень правильная, потому что во многом благодаря этому набору никаких проблем с кожей лица у меня в этой поездке не было. Итак, теперь подробнее о наборе и о тех средствах, из которых он состоит. Это, как я уже сказала, четыре средства. Это такая вот мицеллярная вода, Родиал Драгонс Блад Клинсинг Вотер, с витамином В и гиалуроновой кислотой. Данная водичка в объеме 100 мл, то есть вы совершенно спокойно можете брать ее с собой и не сдавать багаж, брать ее с собой в салон самолета. Как вы знаете, я в последнее время очень люблю мицеллярную воду с гиалуроновой кислотой. Долгое время моим фаворитом среди мицеллярных вод была мицеллярная вода от марки Биодерма, H2O Sensibio в последнее время, после того, как год назад я попробовала мицеллярную воду от марки Родиал и мицеллярную воду от марки Мадра Косметикс. Эти две марки предлагают мицеллярную воду с гиалуроновой кислотой. Я, конечно же, влюбилась непосредственно в эти продукты и по возможности в последнее время стараюсь использовать для очищения своей кожи именно мицеллярную воду с гиалуроновой кислотой, которая не только прекрасно очищает кожу, убирает воспаление и сужает поры, но еще и увлажняет мою кожу, что очень-очень ценно не только в зимний, на самом деле, но и в летний период. Поэтому я думаю, что в ближайшее время я, ну, если не марку Родиал, то марку Мадра обязательно для себя закажу, для того, чтобы в период весны-лето также продолжать увлажнять кожу своего лица. Водичка наносится обычным способом. Небольшое количество с помощью вот такого вот носика-дозатора выдавливается на ватный диск и дальше вы уже с помощью ватного диска, собственно, протираете ваше лицо, удаляете все загрязнение, удаляете весь макияж. Данная вода прекрасно справляется не только с естественными загрязнениями кожи, такими, как и мертвевшие клеточки и кожное сало, но также великолепно растворяет весь макияж, даже водостойкий. И, в принципе, я ее с удовольствием использую для очищения своего лица, не только по утрам, но и по вечерам. И, честно говоря, никаких нареканий и проблем с этой водой я ни разу не испытывала. Второй продукт из этого набора от марки Родиал – это Dragon's Blood Gialuronic Tonic. Это тоник для лица с гиалуроновой кислотой и также витамином В3. Данный тоник в объеме 50 мл. В прошлом году я покупала отдельно для себя монопродуктом подобный тоник, но в объеме 100 мл. Тот тоник был в стеклянной бутылочке, данный тоник в пластиковой бутылочке, что очень удобно при каких-то таких краткосрочных поездках. Тоник отличный, тоник мне очень-очень понравился. Собственно, среди тоников это сейчас мой фаворит номер 2 после Facial Toner от марки Доктор Хаушка. Данный тоник, к сожалению, в Черногории, в России раздобыть достаточно сложно, потому что здесь марка Родиал не представлена, но если я вдруг поеду в Европу или в Соединенные Штаты Америки, то я с удовольствием приобрету для себя еще раз данный тоник в полноразмерном объеме, потому что с увлажнением моей кожи он справляется на отлично, очень хорошо выравнивает тон, отлично сужает поры, и в принципе моя комбинированная кожа после использования вот этих вот двух продуктов чувствует себя очень-очень комфортно. Третий продукт из данного набора это вот такая вот баночка. Это Dragon's Blood Sculpting Gel. Это скульптурирующий гель с коллагеном, гиалуроновой кислотой. На самом деле, не смотрите на большой объем баночки, самого крема здесь всего 9 мл. Это также travel size. На самом деле вот баночка состоит... Собственно, крема здесь действительно помещается очень мало, потому что большая часть объема это какие-то такие вот специальные гаджеты для данного крема. Крем, я так понимаю, что очень дорогостоящий. Крем весьма-весьма эффективный, что я заметила даже на своей коже, которая в принципе не имеет каких-либо ярко выраженных проблем с тонусом и с упругостью. Данный крем я наносила на свою кожу по утрам, небольшое количество, зачерпывала пальчиком, аккуратно распределяла и наносила на кожу лба, щек, на линию подбородка, на вот эту вот зону шеи, где кожа постепенно наша начинает терять упругость. Данный гель действительно очень неплохо справляется со своей задачей. Я не уверена, что буду его прям теленаправленно повторять конкретно этот гель, потому что на данный момент, как я уже сказала, ярко выраженных проблем с тургером кожи лица у меня нет. Но могу с полной уверенностью сказать, что средство отличное, средство весьма эффективное, действительно помогает тонизировать вашу кожу, помогает ее напитывать, делать более упругой, делать более плотной. И, пожалуй, лет через пять вот данный продукт мне очень-очень будет актуален. Я с удовольствием им воспользуюсь. И последний, четвертый продукт из набора от марки Родиэл, из увлажняющего набора с гиалуроновой кислотой от марки Родиэл, это вот такой вот Dragon's Blood Hyaluronic Mousurizer с SPF 15. Это такое дневное увлажнение, также с гиалуроновой кислотой, с витамином В3, которое работает, отлично работает данное увлажнение вместе с вот этим вот гелем. То есть сначала я наносила на свое лицо с утра данный гель, а уже потом я наносила на свое лицо вот этот вот Dragon's Blood Hyaluronic Mousurizer, наслаивала и получала очень-очень неплохой эффект. Это увлажнение, увлажнение для лица. В принципе, это дневное увлажнение. В первую очередь оно легкое, оно не забивает поры, оно действительно достаточно интенсивно увлажняет мою кожу. Данный увлажняющий крем непосредственно в Москве, когда начались морозы и ветра, я использовала в комбинации с вот этим вот малышом от марки Мадера. Это у нас Hydra Recharge Cream из линейки SOS от марки Мадера. Это такой интенсивно увлажняющий крем. Я, в принципе, в последнее время мне очень нравится смешивать различные увлажняющие средства для лица. Так, например, я могу, конечно, каждый из этих средств наносить автономно, само по себе, но при этом я периодически их комбинирую, я периодически их смешиваю так. Когда моей коже нужно дополнительное увлажнение и дополнительная защита, я смешиваю в пропорции 1 к 1 Dragon's Blood Hyaluronic Masturizer и вот этот вот Hydra Recharge Cream от марки Мадера. И моя кожа себя чувствует очень-очень комфортно, она не жирнится, поры не забиваются, увлажнения и питания моей кожи достаточно. И вот все эти средства, они, как я уже говорила, показали себя очень-очень достойно. Также я периодически смешивала как вот этот вот крем, так и крем вот этот вот от марки Мадера с моей любимой Revitalizing Mask от марки Доктор Хаушка. Также в пропорции 1 к 1 и тоже получала очень-очень неплохой результат. В принципе, я в последнее время периодически ощущаю себя настоящим химиком, потому что я стараюсь достаточно активно комбинировать различные средства по уходу за кожей лица, добавляю одно к другому, смотрю на реакцию, смотрю на состояние моей кожи и, честно говоря, пока тот результат, который я получаю, меня не перестает радовать. Так, с маркой Rodial мы закончили. Про увлажнение с гиалуроновой кислотой Dragons Blood, линейку Dragons Blood я вам рассказала. Сейчас мне хочется рассказать вам еще об одной марке. Это российская марка косметики, это достаточно молодая марка косметики, очень амбициозная, очень качественная, количество средств по уходу за кожей и волосами, и тела в линейке данной марки достаточно ограничено, но, тем не менее, средства отличные. Данные средства я получила на тестирование. Это у нас марка 2211, вот так вот выглядит написание, 2211 Cosmetics. Это органическая марка, это, как я уже сказала, российская марка, и на тестирование я получила 2 средства. Вот такой вот увлажняющий мусс с гранатом, Mostraison Mousse Fetopeptide Pomegranate CO2 Extract. И второе средство, это Hair and Body Oil Peony Flower and Bergamot. Это вот такая вот туба. Все средства по уходу за лицом, волосами и телом в марке 2211 выглядят либо вот так, вот так выглядят увлажнения и сыворотки, и либо они вот в таких вот металлических, очень прикольных тубах разного цвета, с крышечкой, тоже очень приятно их и ставить на свой туалетный столик, и каждый раз брать в руки и пользоваться. Итак, давайте подробнее я сейчас вам расскажу про каждый из продуктов. Первое средство, о котором я вам сейчас буду рассказывать, это вот такой вот увлажняющий мусс от марки 2211 Cosmetics. Выглядит он вот так вот. Это увлажняющий мусс с гранатом и фитопептидами в объеме 33 мл. В марке 2211 есть еще одна сыворотка в подобной же баночке, это детокс-сыворотка, ее, к сожалению, не пробовала, что я надеюсь в ближайшее время смогу исправить. Данный мусс мне очень и очень понравился, это такой мусс Терефлюид, это достаточно легкое, но при этом интенсивное увлажнение для кожи. Им я с удовольствием пользовалась в Черногории все последнее время, то есть вот всю осень, когда температура опустилась до 10 градусов тепла, я использовала данный крем в качестве своего базового дневного увлажнения и осталась очень-очень довольна результатом, потому что помимо того, что он увлажняет кожу, он еще и активизирует естественные процессы кожи, процессы регенерации, процессы выработки коллагена, фитопептиды, экстракт граната, также очень эффективно на нашу кожу влияет. У данного мусса очень-очень приятный запах. Носик-дозатор вот такой вот аккуратненький, закрывается крышечкой, соответственно, с помощью данного носика-дозатора вы выдавливаете то необходимое количество крема, которое вам нужно. Собственно, я сейчас как раз... Мне на все лицо хватает нескольких кликов, я его вот так вот выдавливаю, и дальше аккуратненько, вот такими вот движениями переношу с моих ручек на все лицо, отдельно, достаточно активно прорабатывая зону шеи и линию роста волос. Дальше я делаю несколько вот таких вот массажных движений, чтобы дамик крем максимально глубоко проник и впитался в мою кожу. Плюс подобные надавливания, они улучшают микроциркуляцию вашей крови, вашей кожи и улучшают, естественным образом, цвет вашего лица. Итак, сейчас несколько секунд, моя кожа нормализуется, и мы сможем с вами продолжить. Второе средство от марки 2211, о котором бы мне очень хотелось рассказать, это вот такой вот Hand Body Oil Peony Flower and Bergamot. Эта туба в объеме 125 мл, вот ее, к сожалению, уже с собой в салон самолета взять не получится. Данное средство содержит большое количество натуральных органических масел, оно прекрасно увлажняет и питает как кожу вашего тела, так и ваши волосы. Честно говоря, на волосах данное средство, конкретно на моих, мне не очень понравилось. Я с удовольствием его использую как средство для увлажнения моих ручек. Попробовала его использовать как увлажнение для тела, но, честно говоря, для тела мне данного средства стало жалко, потому что все-таки поверхность нашего тела достаточно большая, расход будет большой. Я понимаю, что данной тубы мне по уходу за телом хватит буквально на неделю, поэтому я его берегу для нежной кожи моих ручек. Я с удовольствием каждое утро выдавливаю небольшое количество данного крема, распределяю его и наношу на мои ручки, за что мои ручки мне очень-очень благодарны, так как крем, кстати, потрясающе пахнет, и каждый раз использование средств по уходу за кожей от марки 22.11 это такая прям супер ароматерапия, это, в принципе, такой очень классный релакс, и каждый раз прям хочется отдельно нюхать, выдыхать, заряжаться энергией, улыбаться. Марку 22.11 заслуженно хочется хвалить, потому что, честно говоря, у них все хорошо, и средства отличные, и упаковки великолепные, и отдушки мне очень-очень нравятся, поэтому с удовольствием продолжу свое знакомство, свое сотрудничество с маркой 22.11, и с удовольствием буду вам рассказывать про их замечательные средства по уходу за кожей лица, тела и волосами. И еще два средства, о которых мне очень хотелось рассказать. Эти два средства я получила относительно недавно, в подарок, но уже успела их очень-очень активно протестировать. Это средства от марки, от моей любимой исландской марки Skin Iceland. Это вот такой вот бальзам для губ Берри Лип Фикс. Вот так вот он выглядит. И это вот такая вот упаковочка альгинатной маски для лица с витамином С. Сейчас я вам поподробнее расскажу о каждом из этих средств. Итак, я начну с новинки. Это осенняя ноябрьская новинка от марки Skin Iceland. Это альгинатная маска с витамином С. В наборе, который мне пришел, было три таких коробочки. Одна коробочка это одна маска на одно применение. На моем YouTube-канале и на моем Instagram-аккаунте уже есть отдельное такое вот небольшое экспресс-видео про то, как надо правильно использовать данную маску, как ее готовить, как ее наносить, сколько времени ее выдерживать. Как я уже сказала, каждая масочка находится вот в такой вот коробочке и находится не просто так, потому что внутри, собственно, сама эта коробочка используется как емкость для того, чтобы смешивать нашу маску, чтобы ее непосредственно готовить. Также в наборе у нас есть вот такой вот деревянный шпатель, с помощью которого вы данную маску сначала будете перемешивать, а потом уже легко наносить на кожу вашего лица. И также сама маска состоит из таких вот двух пакетиков. Первый пакет это Pouch One, это гелевая база. Гелевая база увлажняющая. Маска, кстати, сама называется Arctic Hydration Rubbering Mask от марки Skin Iceland. Данный пакетик объемом 45 грамм, то есть действительно данной маски вам хватит полностью на лицо, на шею, если вы ее аккуратно нанесете, то на самом деле хватит даже на зону декольте. Так вот здесь у нас находится гель, базовый гель, увлажняющий с гиалуроновой кислотой для увлажнения вашей кожи. А во втором пакетике находится вот такой вот Treatment Powder, это называется. Это такой специальный порошок с витамином С, с концентрированным витамином С оранжевого цвета. То есть вы берете данную мисочку. Сейчас я с вашего позволения вам показывать не буду, потому что, как я уже сказала, я снимала про данную маску, про использование данной маски отдельное видео. Вы берете данную мисочку. Сначала выдавливаете в нее полностью содержимое пакетика номер один, потом открываете, добавляете пудру из пакетика номер два, потом берете шпатель, все это аккуратно перемешиваете в течение 30-40 секунд. И мы долго не ждем, потому что альгинатная маска имеет свойство достаточно быстро засыхать, а засыхать альгинатная маска должна именно на вашем лице, плотно-плотно прилегая к вашей коже. И так у вас получается такая вот очень приятная оранжевая кашица, достаточно густая и плотная. И с помощью шпателя вы эту кашицу начинаете вот такими вот движениями наносить на вашу кожу. Очень рекомендую вам отступать хотя бы 5 мм от линии роста волос и от бровок, для того, чтобы в дальнейшем вашу альгинатную маску было вам удобно снимать. Я, вернее, наношу данную маску и на зону шеи, и также вот сюда вот наношу на зону декольте, на вот эту вот часть, верхнюю часть груди. И данная маска оставляется на 20-25 минут. За это время она полностью засыхает, очень-очень плотно прилегая к вашей коже. И затем снизу удобнее всего вы данную маску удаляете, либо единым таким вот гелеобразным, застывшим уже гелеобразным полотном, либо там частично его разрывая. Дальше вы влажной салфеткой удаляете все остаточки, маленькие тоненькие маски, которые вы не удалили сразу единым полотном. И после этого вы можете наносить на вашу кожу ваш любимый тоник и ваше любимое увлажняющее средство для лица. Маска, правда, очень-очень классная. Она, во-первых, отлично улучшает цвет лица. Прямо вот эффект виден сразу после уже первого применения. Я два раза уже использовала данную маску. Это вот у меня третий последний пакетик, третья последняя коробочка. И оба раза я была в полном восторге. Во-первых, улучшалось состояние моей кожи, и это было очевидно. Улучшался цвет лица. Кожа по рельефу становилась более гладкой, и кожа становилась значительно более увлажненной. Причем это увлажнение сохранялось как минимум несколько последующих дней. Поры при этом очень классно стягивались, что очень важно для меня, как для счастливого обладательницы именно комбинированного типа кожи. Так что, несмотря на то, что непосредственно из-за того, что маска альгинатная, с ней приходится чуть больше повозиться, чем вам приходится повозиться с обычной маской, которую вы просто выдавливаете из тюбика и наносите на ваше лицо. Но в данном случае скинайсом действительно позаботились о том, чтобы вам было удобно. Поэтому все, что нужно для приготовления масочки, у вас сразу же идет в наборе. Вы набор одноразовый, вы просто его потом выкидываете. Если хочется, если вы любите использовать альгинатные маски, то вы можете вот эту вот коробочку и этот шпатель использовать повторно уже с другими альгинатными масками. И, собственно, насколько я знаю, насколько я смотрела YouTube, все мировые блогеры хвалят данную маску. Она очень-очень многим понравилась. Маска, правда, классная. Маска, правда, работает. Стоимость данной маски 2,5, если я не ошибаюсь, тысячи рублей. Вы можете ее найти на официальном сайте скинайсом. И очень-очень рекомендую попробовать. Уверена, данная маска вам очень-очень понравится. Второе средство от марки скинайсом, который я получила в подарок, это вот такой вот Bare Lip Fix. Это вот такой вот бальзам для губ. Очень такой приятный тубе. Эргономичный, который очень приятно держать в руках. Сейчас я его открою. Потому что у меня руки намазаны кремом, но, к сожалению, бальзам имеет вот такой вот носик. Сейчас я его вот выдавите. Достаточно плотное такое содержимое. Выдавливается небольшое количество бальзама. И дальше вы с помощью этого же аппликатора, собственно, и распределяете данный бальзам по вашим губам. Данный бальзам не имеет как такового ярко выраженного запаха, но он очень приятно, имеет очень-очень приятную текстуру. Он немножечко-немножечко имеет такое вот мятное, даже не послевкусие, а губы чуть-чуть-чуть-чуть пощипывает. Он очень питательный, он очень увлажняющий. Данное средство специально создано для ухода за нашими губками в период морозов, холодов, в период стресса, когда кожа наших губ начинает шелушиться, когда кожа наших губ начинает трескаться. Признаюсь честно, что во время поездки в Москву с кожей на моих губах начались действительно проблемы. Я достаточно активно стала, вынуждена была использовать различные скрабы для губ, которым в обычное время я в принципе не прибегаю, потому что у меня не возникает такой необходимости, поэтому я очень-очень обрадовалась, получив данное средство на тестирование. Оно мне очень понравилось. Я наношу данное средство 2-3 раза в день, периодически его обновляя. Вот сейчас вот уже начался такое вот легкое такое пощипывание и покалывание, небольшой такой холодок, который в принципе отвечает за то, чтобы кровь к нашим губам прилила, и соответственно губки наши стали выглядеть чуть более пухлыми, чем они выглядят в естественном своем состоянии. Объем данной тубы 12 мл, чего в принципе вам хватит очень-очень надолго. С удовольствием рекомендую данное средство, обратите на него внимание. Это также как и альгинатная маска с витамином С, последние новинки от марки Skin Nights, которые действительно заслуживают вашего внимания. Итак, я очень-очень надеюсь, что данная информация оказалась для вас полезной. Если вам понравилось данное видео, не забудьте, пожалуйста, поставить пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, пишите мне, пожалуйста, ваши пожелания, ваши заявки, какие видео вы хотели бы еще увидеть на моем YouTube канале. Я надеюсь, что я достаточно подробно рассказала вам о тех средствах, которые я показывала. Спасибо большое, что остаетесь со мной, спасибо большое, что смотрите мой канал, что подписываетесь на мой канал. И до скорых встреч, пока-пока-пока!